Перед голосованием в поддержку нового закона выступил губернатор Краснодарского края. По словам Веднямина Кондратьева, курортный сбор станет дополнительным источником дохода, которым униципалитеты смогут направлять на благоустройство, уборку пляжей, озеленение и, самое главное, на обновление инфраструктурных сетей. Сегодня, безусловно, мы отвлекаем, расходуем деньги из курортных городов бюджетов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе и на набережные, и на пляжи, и все, что окружает того туриста, который приехал. Но поймите, что мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже будут люди. Мы их забираем и не возвращаем, потому что возвращать нечего. Ведь никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, ни в Туапсе, я уже не говорю про Ейский, Темрюк, последние 30 лет не было. Не надо бояться принять этот закон. Во-первых, мы не враги сами себе, я имею в виду власти и краевые, и муниципальные. Если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы просто этот сбор обнулим. И при наличии этого закона смело можем смотреть в завтрашний день курорты Краснодарского края и смело идти к развитию курортной сферы с завтрашнего дня. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнего. Курортный сбор в качестве эксперимента начнет действовать с мая 2018 года в четырех регионах России – Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Республике Крым. В первый год действия закона максимальная сумма сбора не превысит 50 рублей в сутки. От уплаты освобождаются жители курортного региона, несовершеннолетние, малоимущие, а также ряд социальных льготников. Территории, где вводится новый закон, смогут самостоятельно устанавливать размер сбора и даже обнулить его.